Казахстан Республика, с президентом Жанна Дагорт, коммуникация лархазмитет, Килий Ферде, выжимы сомбастайда. Бүгінгэ баспасыз маслихаты, Казахстан және евразиялых экономикалғудак, экономикалғы интеграціяның ағымдағы процессы ретуралғалады. Добрый день, мы начинаем прямое включение с площадки службы центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан. И сегодня здесь проведем пресс-конференцию Казахстан и таможенный союз стран-участников Евразийского экономического союза текущий процессы экономической интеграции. Спикерлермен танцы болыңыздар. Казахстан Республикасының сауда және интеграция вице-министры Жанель Сабырқызы Кушукова. Казахстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдығы даму вице-министры Динары Ринат Кызашигловы. Казахстан Республикасы аул шаруашлығы вице-министры Нұрбек Силамханулы Дайырбеков. Сондая Қазахстан Республикасының қаржы вице-министры Қанат Искендеролы Баядылыв. Күрметі спикерлер, біздің аланға қош келдіңіздер. Естеріңізге сала кетейін, алғы сөздеріңізге екі-үш минут уақыты беріледі. Жанель Сабырғызы, алдымен сөз кезегі өзіңізде. Жанель Сабырғызы, алдымен сөзіңіздер. Алғызын қазахстанл қазахстанл қазахстанда қазахстанý қазаат. Қазахстан tooын қазахстанда қазахстан келді екер Targы айттанудасы кеңіні қазу CHRISSE еқтіңіздер. рынке ЕАЭС. Доля инвестиций стран ЕАЭС также выросла до 6% от общего объема прямых иностранных инвестиций. Количество предприятий с участием государственных членов также выросло в два раза. К наиболее важным преимуществам участия Казахстана в ЕАЭС можно отнести, во-первых, и самое главное, это емкий потребительский рынок объемом 184 миллиона человек, то, что нам дает нарастить как экспорт товаров, услуг именно с учетом данных цифр. Также при осуществлении трудовой деятельности в государствах членов для наших граждан созданы необходимые условия для свободного перемещения трудовой силы. У нас взаимно признаются документы об образовании, установлены сроки пребывания без регистрации 30 соток с даты заезда, нет ограничений по трудоустройству. Надо сказать, что у нас уже достигнута договоренность о функционировании единого рынка услуг в 53 секторах. Значит, в этих секторах у нас взаимно признаются разрешительные документы и квалификационные требования непосредственно к услугодателям. Также снижение документарной нагрузки при перемещении товаров между нашими странами, а именно освобождение от таможенного декларирования, взаимное признание сертификатов в соответствии, также ветеринарных и санитарных сертификатов, это все намного упростило перемещение товаров внутри нашего союза. Пятое, то, что нам дает Евразийский союз, это расширение рынков сбыта с третьими странами. Теперь с Евразийским союзом мы стали более привлекательны для третьих стран для заключения зон свободной торговли. На сегодня уже заключены соглашения с Вьетнамом, Сербией, Ираном, Сингапуром, и это нам открывает эти рынки для доступа нашей продукции без пошина, либо по сниженным ставкам таможенных пошин. Самое главное, что для решения вопросов, для объективного и оперативного решения вопросов взаимной торговли у нас создан орган, это Евразийская экономическая комиссия, которая направлена именно на решение данных вопросов. Конечно, на сегодня полноценной реализации потенциала нашего общего рынка мешают некоторые факторы. В первую очередь это барьеры, о которых много говорится. Надо сказать, что барьеры во взаимной торговле нам позволяют выявлять именно, мы их выявляем именно в связи с, скажем так, оживлением отечественного бизнеса при выходе на самый крупный рынок, который является привлекательным для всех стран Евразийского союза, это рынок Российской Федерации. И мы выявляем те несовершенствования, те правовые, скажем так, барьеры, которые имеются в Российской Федерации, либо те, которые устанавливаются непосредственно для экспортеров продукции. Данные вопросы обсуждаются на площадке международного нашего органа, о котором я говорила, и мы находим взаимоприемлемые решения по их устранению. Вот, например, на сегодня было доказано 62 барьера, из них 51 уже устранено. И надо сказать, что 25 барьеров из этого количества приходится на долю Российской Федерации. А второе, это неисполнение обязательств, которые приняты в рамках Евразес отдельными странами. Конечно, эти вопросы также выносятся и находятся взаимоприемлемые решения. Например, ярким таким примером можно назвать доступ на рынок государственных закупок. Мы достаточно часто поднимали вопрос о том, что на сегодня не обеспечен полный доступ для госзакупок. Для этого есть, как и объективные причины, связанные с несовершенством процедур, отсутствием электронного формата в некоторых государствах. Но также есть и субъективные причины, когда страны намеренно устанавливают более высокие требования для товаров, и наши товары не могут конкурировать и, соответственно, заходить и участвовать в этих тендерах. Этот вопрос, надо сказать, что сегодня в наиболее активной фазе решается. И в ближайшее время по значительному количеству товаров у нами будут приняты единые правила по определению страны происхождения для их беспрепятственного доступа к рынку госзакупок. Надо сказать, что вопросы решения устранения барьеров административных, продвижения экспорта казахстанского на территорию Российской Федерации, на территорию других стран, у нас решаются оперативно и путем практически личного разбора каждого конкретного случая. У нас, надо сказать, что в министерстве создана межведомственная рабочая группа, где мы обсуждаем каждую проблему с государственными органами, с Национальной палатой предпринимателей и ее региональными представителями. А также местные исполнительные органы подключаются здесь, потому что они лучше владеют ситуацией на местах. Также для налаживания прямого диалога с бизнесом у нас создано общественное приемное в Министерстве торговли, куда каждый предприниматель может дать обращение о каком-то барьере, из-за чего он не может участвовать ни в закупках, например, страны, либо поставить свой товар на рынок, тоже Российской Федерации. И мы каждый конкретный случай рассматриваем отдельно и находим решение по нему. Надо сказать, что в качестве планов на дальнейшую работу в рамках Евразес мы ставим себе самую главную задачу – это обеспечение полного исполнения обязательств по договору о Евразийском экономическом союзе, а именно обеспечение свободы перемещения товаров. Это главная задача для того, чтобы реализовать эту цель. Мы проводим как совещание, мы разработали поправки в методологию определения барьеров с целью ускорения процессов квалификации барьеров и их устранения. Это в рамках Евразийского экономического союза такая работа происходит. Также мы разработали ряд поправок институциональных в наше законодательство, которое дает нам больше компетенции реагировать на такие проявления. В части усиления представленности мы тоже слышим такие информации из СМИ по нашей представленности в комиссии. В этих целях надо сказать, что сейчас разработан уже протокол дополнений в договор о Евразийском экономическом союзе. Он уже сейчас подписывается главами государств, членов ЕС, которым мы предусмотрели такие нормы, как обязательный квалификационный отбор сотрудников в комиссию, проведение аттестации, срочность контрактов. То есть кто едет туда, он должен понимать, что через какое-то время он вернется. И мы осуществляем квалификационный отбор, будем осуществлять квалификационный отбор для направления сотрудников на работу в комиссию. Также мы видим большой потенциал в развитии кооперации между нашими странами, именно кооперационные связи. На сегодня, надо сказать, всего только 30% от тех торгуемых товаров, которые между нами торгуются, это товары, которые так называемые кооперационные, которые встраиваются в дальнейшем и производство более глубокого передела. Это, на наш взгляд, еще незначительная доля, и нам нужно в этой части усиливаться. Также, что нужно еще сказать, что именно решение вот этих вопросов, это устранение барьеров, полноценное исполнение обязательств по договору, развитие кооперационных связей, открытие новых рынков, именно вкупе вот этих все факторов, их реализация, даст нам полноценно понять, ощутить все выгоды от создания Евразийского экономического союза. И мы прикладываем наш орган, как координирующий орган, также и другие госорганы, вовлеченные непосредственно в переговорные процессы, мы прикладываем для этого все усилия. Спасибо, Жанна Ильсабырны. Следующий слово предоставляется Динара Ринатванова. 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 Целью которой является эффективная реализация ресурсного потенциала, обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государств-членов, а также создание равных условий доступа на общий аграрный рынок. Реализация согласованной скоординированной агропромышленной политики осуществляется по семи приоритетным направлениям, такие как прогнозирование, государственная поддержка сельского хозяйства, регулирование общего аграрного рынка, формирование единых требований в сфере производства и обращения продукции, развитие экспорта, научно-инновационное развитие, интегрированное информационное обеспечение агропромышленного комплекса. По каждому из направлений имеются определенные наработки. К примеру, сформирована целостная система прогнозирования в агропромышленном комплексе на среднесрочную перспективу. Данные прогнозы должны обеспечить сбалансированное функционирование внутренних продуктовых рынков, позволять оценивать динамику и направление развития сельскохозяйственного производства, повышать инвестиционную привлекательность отраслей АПК с учетом емкости рынка Евразийского экономического союза. Определены чувствительные сельскохозяйственные товары, по которым формируются комплексные обзоры с выявлением проблем отрасли и направлением их развития. На основе обзоров проводятся консультации, вырабатываются перспективные управления развития интеграционных процессов. Обзоры проводятся как по горизонтали, так и по вертикали. То есть от наличия и обеспечения земельских хозназначения до сбыта готовой продукции, включая распределение сырьевых зон, обеспеченность средствами производства, наличие производственных мощностей, емкостей хранения, мер господдержки, а также условия таможенно-тарифного и технического регулирования. Это позволяет более тщательно идентифицировать конкретные проблемные вопросы и находить наиболее оптимальные пути их решения на территории Союза посредством отечественных технологий и ресурсов. Сформированы единые подходы в области государственной поддержки сельского хозяйства. Приняты два отраслевых соглашения, направленных на унификацию требований к производству и обращению семянной племенной продукции. Реализация положения соглашений о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕС, позволит скоординировать работу в сфере племенного животноводства и унифицировать требования при производстве и обращении племенной продукции. Это будет способствовать повышению генетического потенциала животных, наращиванию объемов производства конкурентоспособной племенной продукции, снижению зависимости от ее импорта и росту объемов взаимных поставок. Принятие соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза позволит устранить препятствия во взаимной торговле семенами, снизить зависимость от импорта и ускорить внедрение в сельскохозяйственный оборот новых перспективных сортов сельскохозяйственных растений и высококачественных семян, произведенных в Союзе. Ведется работа по формированию согласованных действий в области развития экспорта. Завершается формирование механизмов научно-инновационного сотрудничества в сфере АПК. Принятые документы обеспечат возможность реализации Союза перспективных совместных исследований в сфере АПК. Это позволит повысить эффективность и результативность использования научного потенциала стран ЕС, исключить дублирование исследований и наращивать кооперацию в научной и инновационной деятельности сфере АПК. Также функционирует подсистема АПК государств членов ЕС в рамках интегрированной информационной системы. Приняты технические регламенты, устанавливающие обязательные требования к продукции. Казахстан обладает потенциалом по существенному наращиванию объемов экспорта как сихозпродукций, так и продуктов его глубокой переработки. В рамках предстоящей работы мы планируем активизировать работу по устранению имеющихся препятствий и барьеров в торговле сихозпродукцией, реализовать экспортный потенциал Казахстана, в том числе посредством проведения переговоров и заключения долгосрочных контрактов с крупными торговыми сетями государств членов ЕС и развития системы оптово-распределительных центров. Развивать сотрудничество в научно-инновационной деятельности, а также в части проведения мероприятий по подготовке и при подготовке кадров в необходимых сфере АПК. Большое спасибо за внимание. В первую очередь, Казахстан в бизнесе около 180 миллионов млн. нары ашылды. Одахы кредит мемлекеттер арасында кедендік шекара жоқ. Бүгінгі таңда товарлар одах үшінде кедендік декларациялар арсенеместен айналады. Бұл біздің кәсіпкерлерге, ерекін сауда жүргізуге, Казахстандық товарлардың экспорттауға мүмкіндік береді. Демек, оларға табыстауға мүмкіндік береді. За период 2015-2019 годы товароға Казахстана со странами еврозъезд увеличился на 33%. Во-вторых, в рамках единого рынка уплаченные суммы вазм таможен пошлин распределяется в бюджеты государственных членов по установленным нормативам. В последние годы наблюдается динамика роста поступлений в бюджет нашей страны суммы вазм таможен пошлин. Казахстан в рамках работы Союза имеет положительные сальдо таких поступлений, получив дополнительно более 370 млрд тенге бюджет. То есть, по факту мы больше получаем, нежели отдаем другие страны. В-третьих, единые бюджетные правила и подходы позволят значительно сократить как само время транзитного перевоза, так и финансовые издержки бизнеса. К примеру, если до создания Союза транзитная перевозка товаров из Европы в Казахстан занимала от 7 до 15 дней, то сейчас сократилось до 5-10 дней. Но это не предел, и мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах. Сегодня совместными усилиями стран Союза проводится работа по полному переводу транзита в электронный формат. Союза проводится в электронный формат. Союза проводится в электронный формат. Вопросы и ответы. Я напоминаю, что время пресс-конференции ограничено, и задавать не более двух вопросов. Жанель Соборовна, у нас есть пару вопросов. Какой объем внутренней торговли в ЕАЭС обслуживается в Тинге? Это обороты в Тинге растут или падают? И сразу хотелось бы попросить вас прокомментировать недавно озвученное в очередной раз предложение отказаться от доллара в расчетах между странами ЕАЭС и между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой. Насколько Казахстан готов к переходу на расчеты в национальных валютах? Спасибо большое за вопрос. Надо сказать, что у нас каких-то ограничений, либо специальных каких-то зарегулированных форм для того, чтобы предприниматели выбирали именно валюту, в которой они хотят осуществлять взаиморасчеты, нет. Тем более в рамках Евразийского экономического союза. Каждый предприниматель выбирает сам, в чем ему выгоднее и удобнее рассчитываться. Естественно, что у нас исторические торговые связи с Российской Федерацией очень сильные и очень большой объем товарооборота, что предприниматели предпочитают рассчитываться в национальных валютах. Надо сказать, что в рамках Евразия, вот у меня есть такая информация о том, что где-то порядка 76-77% осуществляется расчетов именно в национальных валютах. Но понимая, что Российская Федерация больше рынок, то понятно, что где-то большую часть, львиную долю от этого где-то занимает именно расчеты в российских рублях, на тенге приходится где-то полтора процента. Поэтому надо сказать, что у нас ограничений никаких нет, все зависит именно от предпочтения самих предпринимателей. Спасибо за ответ. Также мы знаем, что 6 ноября ввелись запрет, согласно которому через казахстанско-российскую границу нельзя перевозить лекарства и даже витамины. Каким именно документом это регламентировано и кто был инициатором? Да, вот здесь немножко информация, скажем так, некорректная. 6 ноября состоялось заседание межведомственной группы, в рамках которого Министерство здравоохранения выразило такую озабоченность по поводу возможной нехватки лекарственных средств в период пандемии. Конечно, чтобы в целях недопущения таких негативных проявлений, предложено ввести запрет на наиболее популярные, наиболее, скажем так, медицинские препараты, которые пользуются повышенным спросом в такой период, непростой для нашей страны. Это 59 наименований, туда же вошли средства индивидуальной защиты, маски, перчатки. Сейчас такой приказ разрабатывается Министерством здравоохранения, сейчас еще запрета нет, и оно будет введено после того, как приказ соответствующий будет издан. Ну, это я думаю, что в течение ближайших месяцев это будет принято. А в чем причина внесения этого предложения запрета? Чтобы не допустить дефицита лекарственных средств и роста, соответственно, цен на них. И также не нарушает ли этот запрет принцип свободного перемещения товаров, ради которого и создавался, собственно, ЕАЭС? Знаете, в этом году все страны ЕАЭС столкнулись с такими беспрецедентными мерами, с ситуацией, в которой весь мир начал действовать по-другому, не соответствующей с теми правилами, которые у нас, в принципе, были приняты. И мы все поняли, что, ну, это как бы всегда и было, что прежде всего это национальная экономика, здоровье своих граждан. И, конечно же, у нас в рамках договора в свое время это тоже было предусмотрено, что если речь идет об обеспечении национальной безопасности, о здоровье граждан, то такие ограничения мы можем принимать. Спасибо за ответ. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . . . . И у нас очень молодое. спасибо. 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 . . Спасибо. . Спасибо. Асан. Нақтылау сұрау бар ма? Да. Нақтылау сұвалы бар. Спасибо. Спасибо. Мнеero Unity. А, кстати, это очень важно. Но если вы хотите, что это добавляет в большинствоảng в Москве, то есть у нас большая ситуация. Это было много чего? Сыракınızға рахмет. Я делаю крайне мировоззрительную работу на евразии экономики, чтобы было в Казахстане и Россия. В этом году в 2006-2009 годах Россия, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...